Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Может ли целомудренный Панамарь девственник? И жениться не одна девственница, в прошлом жившей блудной жизнью, но не бывшей замужей и не имеющих детей, но упокаившейся и воцерковившейся девушке. Ведь Панамарь когда-то, возможно, будет рукополагаться, а маточка должна быть целомудренной. Допустим ли такой союз? Развините, пожалуйста. Если Панамарь действительно собирается рукополагаться, то он должен знать, что сам он должен быть целомудренным, и супруга его наипаче. Я вообще не имею статистики архиерейских рукоположений. Может быть, кто-то из архиереев, исходя из церковной экономии, снисходит к немощам ставленника или супруги ставленника и принимает решение рукоположения. Собственно, все церковные каноны подвижны, и в конечном итоге архиерей может принять то решение, которое на данном этапе для церкви полезно. Я сильно сомневаюсь, что если вы придете в московскую епархию и скажете, вот, у меня жена нецеломудрена, могу ли я рукоположиться? И вам кто-то скажет, да, конечно, слушай, ну да, нам священников не хватает. Я вас уверяю, так не будет. Поэтому лучше не лезть в церковь через черный ход. Ну, может быть, да, я понимаю, что каноны есть, но, может быть, в епископе проявляется нисхождение, готов служить где-то там в Лабутнанге или еще дальше, где белых медведей больше, чем прихожан, ну, лишь бы служить Господу Богу. Но все равно, что тебе будет отчервоточено, что по канонам ты служить там не имеешь права, сможешь ли с этим жить, будешь ты терзаться потом. Сошла благодать Духа, что он на меня не сошла, каноническая священника на канонические. Ну, в любом случае, раз круг положили, то канонический. Вот, ну, сосуд ты какой? Да, конечно, можно и щербатого сосуда напиться воды, и внешне грязного. Но внутри-то все равно вода останется чистой, это благодать неповрежденной. Но все равно вот эти терзания совести будут присутствовать. Так что лучше, повторюсь, не совершать канонических преступлений с первых шагов вступления в церковь, как бы там архиерей не благословлял. Ну, а с другой стороны, а вдруг вообще священство не твое? Вот, панамаришь и панамарь, вы любите друг друга, и уже жизнь свою не мыслите друг без друга. Ну, хорошо, вот хочешь быть священником? Ну, как бы хочу, скорее хочу, чем не хочу, но все равно какого-то вот этого зуда нету быть священником. Вот этого призвания не чувствуешь, не слышишь. Ну, женись. Ну, создавайте семью. Просто помните, что, ну, не лезь в семинарию для последующего рукоположения. Так что я... Вопрос сложный, но, я думаю, мысль моя ясна. Храни нас, Господь, в чистоте, в целомудрии и в хранении верности друг другу и Господу Богу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok